Мороз Николаю Самолетову не помеха. На пробежку он выходит ежедневно уже 28 лет. Все началось с всесоюзного забега в 76-м. Тогда под девизом «Добежим до Монреаля, столица Олимпийских игр», страна наматывала условные километры до Канады. Идея вдохновила Даниловца на заочный пробег до Олимпийских Сочи. Оставался год, чуть поменьше года до открытия Олимпийских игр в Сочи. Вот мне в голову пришла идея, а что нам добежать до Сочи? Нужно было пробежать 2150 километров. Это используя бег, лыжи и велосипед. Комбинированно можно. Идея нашла отклик. Среди первых энтузиастов забега Данила в Сочи оказалась и продавец Елена Косольникова. На самом деле появляется азарт. Начинается уже, вот сегодня не пробежал. Завтра уже надо, 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 надо. И вот все это вот идет, вот это вот. Все накладывается, накладывается. Ну, конечно, уже устается, бывает. И день, и два пропускаем. Отдыхаем. Потом опять начинаем. И 10, и 12, и 15, и 20 километров. В обеденный перерыв Елена торопится на стадион. Там ее уже ждет муж. Именно он 40 лет назад и приобщил супругу к спорту. Так я работал до этого на железке, а там график и смена. С ночи отдохнул и ради бога на речку побегать. Желающих присоединиться к олимпийскому марафону все больше. Среди единомышленников Николая Самолетова ученики спортивных школ, Даниловский клуб любителей бега и просто жителей города. Из нескольких десятков участников забега до условных Сочи уже добралось 27 человек. Марина Борбот, Михаил Рождественский. День в событиях. Данилов.